свалился какое мрт все сколько лет 15 когда будешь постарше не дай бог узнаешь нужно иногда человеку это мрт и сделать его бесплатно в россии нельзя можно я смотрю на бюджет здравоохранения и понимаешь там все есть там уже сейчас достаточно и я вижу я просто мы можем увеличить расходы на здравоохранение в два раза легко по увеличить зарплату врачам в два раза легко обеспечить все больницы легко отремонтировать их легко я не хочу я иду поликлиники объединили и один убит остался и в разных частях города остаются ты приходишь говорить здесь врача узи нету потому что он есть вот там за 4 километра не умеет делать и так далее я не хочу я не понимаю почему богатой стране так может происходить я отказываюсь слушать эти рассказы о том что мы должны еще здесь знаете затянуть свои пояса вы хотите затягивать я не хочу я иду на выборы объединяя этих людей надо приехал в городе говорю ребят хватит терпеть сколько мы будем ждать 15 лет всю свою жизнь ты жил при каком президенте они хотят избраться еще на 12 лет вот теперь соответственно будет уже материн а дальше будут править их дети а потом их внуки вы же видите что они строят реально монархию вам нужна монархия монархия не нужно вот здесь не это монархия я хочу просто нормальной жизни которые мы завтра можно себе обеспечить довольно легко деньги у нас на все это есть я за сапитов я не вижу но я знаю что там стоят мониционеров а тоже не стоят и здесь проще фонарик мешает я им хочу сказать ребята голосуйте за меня при президенте на войне не будете заниматься полицейской работой они вот эти вот какие-то центры вам нужно скажите вы налогоплательщик вы платите деньги вам нужно чтобы кого-то сажали в тюрьму залой туда-сюда хоть не видно вам нужен этот бред когда в университетах запрещают ходить на митинги поднимите кстати руки кто сталкивалась такой вещи что в школе или вузе запрещали ходить на митинги для чего это надо аппарат за это задеет кто не нарушает законов при президенте навальному полиция будет работать и мы знаем куда я вижу я вижу гигант мы каждому из них можем дать квартиру денег достаточно мы каждому участковому можем платить серьезную зарплату чтобы люди хотели быть участковыми но этого не происходит почему куда потому что крадут просто тратить прямую полковника милиции находят там сколько 7 миллиардов рублей на нашли 28 объектов недвижимости я не понимаю фсб милиция и полковник полиции покупал себе 28 про объектов недвижимости они все были в росреестре их служба безопасности и фсб она этого ничего не видела что когда годами покупал себе элитные квартиры конечно они видели просто они руководство покупают еще более элитные квартиры у них дома еще больше денег хранится но вам это интересно и мне неинтересно и я это все прекращу я прекращу ребята обещаю вам ваши деньги разбазаривать их раскидывать ну вот у вас в астраханской области скоро перенесли завалю к счастью у вас газифицировано до конца области у кого есть дача поднимите на руку люди опасливо поднимают руки не будем отнимать вашу дачу вопрос скажите пожалуйста а теперь у кого есть газ на дачу тоже смеются я слышу а скажите пожалуйста а сколько стоит газифицировать собственную дачу за год 40 тысяч нужно платить дом 40 тысяч вот скажите пожалуйста как же так в регионе где газпром здесь сидит 40 тысяч и самое главное как же так путин это было до еще там как меня посадили под арест он заключил договор с киргизией и киргизии выделил несколько много миллиардов рублей вам 200 что 200 миллиардов рублей на газификацию киргизии зачем такой же вопрос зачем дорогой владимир владимирович зачем астрахань газифицирую астрахань газифицирую смоленскую область подмосковье не газифицировано давай сюда тебя много денег давай сюда здесь есть куда их потратить посмотрите господи когда у вас последний бурятская примут дома был какого-нибудь 70-е годы никогда какого черта мы раздаем деньги на право и налево простили сирии простили венесуэле всем простили значит я вам даю здесь стоя на этой трибуне и поднимаю руку предвыборное обещание что президент навальный прекратить прощать долги я не буду прощать долги никаким странам потому что это ваши деньги они вам принадлежат и не может быть такого что я поехал сказать там у астраханцев им принадлежат вообще деньги нефтяные давайте я сейчас загоню в мозамбик что это такое вообще нет мы не можем мы любим и я я переживаю по поводу сирии я нервничаю что ж там в алеппо что же там в дамаске и как же там фидель на острове свободы достаточно ли количество уже не фидель его брат рауль достаточно ли количество рома он выпил и сколько он выкурил сигар я переживаю но я не астрахани потому что наши деньги решим мы все проблемы я иду на выборы потому что я хочу сказать решительные решительные нет которые не дали как на прошлой неделе сказал что мы все должны сфинансировать медицинские услуги вы хотите как-то это странновато звучит а почему а почему бюджетных денег нам не хватает сейчас мы их и так софинансируем мы платим взносы медицинские фонды это и так платится за счет наших денег почему еще и даже платить и так фактически в этих поликлиниках вам нужно вам скажут анализ крови платную правильно быстрее 700 рублей а че я еще не знаю все же молчат посмотрите все молчат путин это сказал и думал молчит правительство значит я наверное не хочет платной медицины кто не способен за нее платить не желает за нее платить богатой стране и мы пойдем на эти выборы и мы выиграем эти выборы потому что нету в стране желающих платить за медицину нет в стране тех кто поддерживает коррупцию путин там кичит оставлю там восемьдесят четыре процента да по вопросам коррупции у меня сто процентов все против коррупции по вопросам работы с полицией все за нас по здравоохранению по образованию по всем базовым вопросам человек больше одна у нас есть большая проблема наш главный враг на выборах точно нет жириновский точно нет единая россия нет но обычно просто механизм партия жириков воров наш главный враг на этих выборах это наше неверие в то что можно победить после каждого митинга ко мне подходит человек говорит болен алексей ты так классно все сказал я тебя поддерживаю и всех приложил туда пока не слышит никто пока нет камеры ты не записывай честно мне скажи на ухо ты же понимаешь что ничего из них нельзя я знаю что все изменить можно я отказываюсь верить в то что наша страна проклята россия для грустных в россии всегда все будет плохо мы всегда были в нищете я сидел спецприемники на естественно 20 дней я со всеми вёл политические дискуссии и от полицейских до этих пленных киргизов которые сидели со мной в камере все говорят ну блин в россии она всегда будет бедной никогда вы не жили богатой не нужно и начинать но я избирательная компания это про то что нужно начинать верить в себя и нужно начинать жить богато у нас все есть неверия нужно победить потому что это власть держится не на росгвардии не на пропаганде продажных журналистов она держит на нашем мире что мы считаем что ё-моё там плеть и обуха не перешедешь они же уголки крутые огромные с ними ничего не сделаешь а мы какие-то маленькие жалкие несчастные скажите мне пожалуйста вас я не знаю сколько здесь людей я вижу под собой добралась прилично единая россия может сам провести митинг больше чем этот бесплатно важное уточнение бесплатно нет без сгона бюджетников нет медведев бы сюда приехал здесь был бы больше митинг был бы больше потому что пришли люди пить его на самом деле за этой властью ничего нет они держат только на инерции на том что люди считают ну блин да мы с тебя проголосуем ты же не победишь все равно мы сможем это все сделать здесь на этой площади достаточное количество людей для того чтобы если мы будем работать по пять минут в день каждый мы сегетировали кису астрахан и всю астраханскую область мы можем это сделать люди проголосуют за них потому что у них нет ни одной причины голосовать за ту власть что она им сделала хорошего ничего потерянные годы просто по привычке голосуют ну потому что за кого еще всегда же был путин всю мою жизнь жил путин глядя на средний возраст собравшихся понимаю что всю вашу сознательную жизнь жил путин он всегда был давайте за него проголосовать да нет нужно верить себя верить своей силой верить то что россия не является пропащей страной и мы с вами все сделаем всего добьемся я иду на эти выборы я делаю свою работу я выступаю когда нужно сидеть я сижу когда нужно бежать я бегу когда нужно раздавать листовки я раздаю листовки я собираю деньги я делаю эту работу помогите мне вы только проголосуйте станете станьте частью этого процесса потому что кроме нас ребята страшную тайну раскрывай никто этого не сделает там даже во власти много более-менее разумных людей но они трусик они боятся и самое главное они точно не верят они считают что ничего нельзя изменить а мы верим в то что можно изменить и мы изменим все проведем агитацию каждому расскажем о наших идеях наши программы вы проводили социологию все поддерживают нашу программу все будут знать что мы идем на выборы мы выиграем в этот раз и построим нашу прекрасную россию будущего спасибо большое я готов отвечать на ваши вопросы как обещал я приезжаю поднимаете руки и дает слово значит хорошие вопросы плохие вопросы как я отношусь к прогрессивному налогу а прямо сейчас вот завтра его ввести нельзя потому что администрирование так уж никто платить не будет но в целом услышите я конечно считаю непонятной странной систему при которой человек получает 7000 рублей как здесь говорили и пласть 13 процентов и человек получает 700 тысяч рублей и получает 13 процентов значит ни в одной развитой стране мира не существует плоской шкалы многие экономисты говорят да что это самый продвинутый самый лучший способ и сейчас она она работаем по крайней мере что-то собирается но в целом конечно в перспективе плоскую штаб с ней нужно что-то делать будет возможно чтобы вы и алишер усманов платили одинаковые налоги правильно будет ли путин с этим бороться а как вы думаете конечно он не будет с этим бороться потому что выгодно что они же не платят налогов почему на российском сырье зарабатывают люди гораздо больше чем такие же на западе на западе тоже есть владельцы шахт нефтяных компаний но они не зарабатывать столько сколько наши потому что наши экономят на налогах и на зарплатах вот и все они не доплачивают зарплату недоплачивают налоги поэтому обогащается поэтому конечно в рамках налоговой реформы плоская шкала она не устоит рано или поздно вопрос давайте с этой стороны возьму так жесткий вопрос какая у тебя программа что ты будешь делать в течение своего срока правления правильно я услышал в течение своего срока справления я веду закон о борьбе с незаконным обогащением и дмитрий анатольевич медведев сядет у меня на скамью подсудимых вместе со всеми остальными кто не может объяснить откуда он взял деньги когда я стану президентом в рамках своей программы я внедрю все те законы которые писал много лет назад по борьбе с коррупцией и прозрачности в закупках потому что госзакупки закупки госкомпании это украденные триллионы я точно знаю как сделать так чтобы не триллионы не воровали в рамках своей программы я сокращу военно-полицейский бюджет и в два раза увеличу расходы на здравоохранение и образование потому что если мы не увеличим эти расходы здравоохранение образование умрет в рамках своей программы я сделаю так что тариф на жкх будет прозрачен потому что сколько платить за двухкомнатную за двухкомнатную квартиру 5000 растет или падает растет а даже в такой ужасной капиталистической стороне как в сша мы видели что цена на электроэнергию падает цена на газ падает потому что там конкуренция а здесь монополия сидят эти монополисты в тариф чего угодно включают и сразу будете платить а куда деваться не заплатишь тебе придут судебные приставы правильно значит в рамках программы я изменю эту систему и будет конкуренция на рынке жкх вас убеждают я просто не вижу что задавал вопрос я так понимаю мой противник вас эти меры убеждают или нет интересно а он ушел видимо убедили видимо убедили вопрос я не совсем по вопросу вы все вы все я у меня уголовное дело да я судимый только так вы ошибаетесь меня одно уголовное дело у меня три уголовных дела пожалуйста пожалуйста я попросил я не судимый я рецидивист я особо опасный преступник но только плохая новость для этой власти заключается в том что я по всем своим уголовным и даже административным делам выиграл европейском суде по правам человека я доказал какая разница большая разница про что я не виновен в этом разница не доходите небольшая разница между четвертой виновен и невиновен я доказал юридически что я невиновен вас когда я вот уже сидел эти 20 суток вышло новое решение и там даже принят признали так называемую седьмую статью которая указывает что в этом делали не было признаков и состава преступления то есть переводе на человеческий язык это означает что дело было сфабриковано То есть уже европейские судьи признают, что дело сфабриковано. Ну, ребят, понятно, почему это происходит. Но им нужен что-то такой кандидат, как я? Конечно, не нужен им такой кандидат. Им не нужен тот, кто будет говорить эти вещи прямым текстом. Им нужны такие, которые будут, ну, абстрактно. Власть будут называть они. На вопрос, коррумпирован ли Путина, они будут говорить, ну, у нас нет доказательств. А вот Усманов экономят на неуплате налогов. Но ведь нет судебного решения, поэтому, наверное, нет. А Медведев тоже непонятно, виновен или невиновен. А Сердюков не сидел ни одного дня в тюрьме. Наверное, он тоже невиновен. Вот такие им кандидаты нужны. Вам такие кандидаты нужны? Значит, если меня не пустят на выборы, отвечаю на ваш вопрос. Вот вы, смотрите, вы делаете такую логику. Меня не пустят на выборы, будут беспорядки, и я в этом виноват. Я рад, что вы готовы устраивать беспорядки, если меня не пустят на выборы. Но просто я хочу сказать о том, что если меня не пустят на выборы, то будем ли мы считать это выборами? Это не является выборами. Не потому что, слушайте, я такой единственный, самый классный парень. Его значит вот Навальный, и больше никто. Но есть простая вещь. Хочешь быть кандидатом и представлять людей, вот заявлять о том, что я... Куда-то приехать в следующий город и говорить, а я, вот знаете, кандидат от Астрахани. Тогда ты должен сделать простую вещь. Всего лишь начни компанию за... По всей стране. Езжай, собирай людей, и под проливным дождем перед ними выступай в каждом городе, отвечай на любые вопросы, собирай деньги, отчитывайся за эти деньги, делай свою работу. Правильно? Вам же нужен кандидат, который работает. Который приедет сюда, в Астрахань, залезет на сцену и будет рассказывать. А потом, когда его срок закончится, если его изберут, снова приедет и снова будет стоя на сцене убеждать вас, поддержать его еще раз. Так же должны работать в политике, правильно? Кто-нибудь так делает? Нет! Кто-нибудь что к вам приезжал? Нет! Зюганов, Явлинский, Сергей Михайлович Миронов, Жириновский приезжал, выступал. Ну вот, выбирайте, я или Владимир Вольфович. За кого еще голосовать? Поэтому, ребята, это простая вещь. Конечно, всегда нужно в выборах участвовать, но если на выборы не пускают кандидата, то это не выборы, а обман и фальшивка. Должны вы участвовать в обмане и фальшивке? Нет! Вот и все. А что делать? Байкотировать. Не участвовать в этом во всем. Не просто не ходить. Не просто не ходить. А активным образом всех убеждать, что ходить не надо. Что это мошенничество. Что человек, который пойдет туда, будет частью коррупции. Что человек, который пойдет на выборы без выборов, будет поощрять это воровство. Вы задаете вопрос, а если вбросы будут здесь, в Астрахани? Да, вбросы это название ваших выборов. Я извиняюсь очень сильно. Конечно, будут вбросы. Не пойти на выборы, это не означает не организовывать наблюдения. Естественно, эти люди, они никак не могут выиграть, кроме как вбросы. Поэтому, безусловно, наблюдения на выборах все равно нужно организовывать. Но при этом никто не мешает нам активнейшим образом вести кампанию бойкота. Доказать, что это невозможно, неприемлемо и неприлично идти на выборы, на которые не пускают кандидата. А если мы этого не сделаем, ребята, вещь простая, очень просто, значит, тогда мы никогда не увидим нормального кандидата на выборы. Дело не во мне. Но появится завтра кто будет? Шейн, например. Пойдет на выборы, вы его поддержите. Как только Кремль увидит, что он приезжает в регионы, и какое-то существенное количество людей к нему приходит, они его снимут точно так же. Будь не Шейн, а Иванов, Петров, Семен Семенович Горбунков, любого сильного кандидата, они всегда снимут с выборов, имеющего перспективы кандидата, они снимут с выборов, потому что они знают, мы все равно придем и проголосуем. Поэтому не нужно идти, но организовать наблюдение при этом и бороться с сбросами. Вопрос давайте с этой стороны. А если мы были в Кирилле? Что я думаю о законе о нарушении чувств верующих? Оскорблении чувств верующих. Вот вы знаете, интересная реакция. Я довольно часто провожу кие-демитерги, встречи с людьми, и последние два года не было ни одного города, ни одной встречи, где мне не задали этот вопрос. Это говорит о чем? О том, что уже слегка достало это. Да, мы уважаем религию, мы уважаем РПЦ, я сам верующий человек, но я как кандидат президента. И как президент, если я останусь, я сделаю так, что священнослужители не смогут сажать людей в тюрьму. Невозможно это сделать так, что священники показывают Следственному комитету возбуждать дело против этого. Возбуждать дело против этого. И они бегают и возбуждают эти уголовные дела. Бегают Роскомнадзор и блокируют сайты. Вам нужно блокировать сайты? Вы платите налоги, вы заинтересованы в том, чтобы было министерство по блокированию сайтов, в том числе для защиты чувств верующих. Значит, раз нет, значит я ваш кандидат. Потому что я становлюсь сюда и говорю, и обещаю вам, что президент Навальный к чертовой матери распустит Роскомнадзор. Разгонит его, уволит всех до единого. Ни одного человека там не нужно, никого. Бездельники, дармоеды, жулики. И если я в других городах говорил, бездельники, дармоеды, жулики, это было мое убеждение, то сейчас после последних уголовных дел, они на самом деле юридические дармоеды и жулики. Ну представляете себе, эти люди учили нас, как надо жить. Что мы можем писать, а что не можем писать. И в это же время оформляли какие-то зарплаты на липовых людей и забирали их себе. В этом суть всей этой власти. Сборище мошенников и лицемеров невыносимых. Поэтому никакой закон о защите чувств верующих не нужен. Достаточно действующего законодательства. Но если человек там безумен, прибегает в церковь и устраивает драку, но его подсадят за хулиганство. Если он там прямо оскорбляет, призывает бить верующих, не знаю, православных, мусульман, кого угодно, его посадят по действующему законодательству, нам не нужно это все. Закон о защите чувств верующих появился, потому что у нас сумасшедшие депутаты появились, которые не отходят. И получают 450 тысяч рублей в месяц, и просто 20 заявлений в день выпускают против какого-то фильма. Какое твое дело-то по поводу этого фильма? Хороший фильм, неплохой, депутат не должен этим заниматься. И таких сбрендивших все больше и больше. Я все эти вещи прекращу. С этой стороны вопрос. Собираюсь ли я приехать в Калмыкию и в Элисту? Я вижу, что целая группа людей приехала из Элисты. Спасибо большое, что приехали. Смотрите, тут, ребята, штука такая. Много народа из Элисты? Спасибо, что приехали. Значит, я говорю вам совершенно честно. Я как нормальный кандидат, естественно, хочу выступить и сделаю все для того, чтобы выступить в каждом крупном городе страны. Это работа кандидата. Если ты не хочешь этого делать, ты иди к чертовой матери. Ты не кандидат, правильно? Кому нужны такие кандидаты? Но, вот сегодня я выступаю в Астрахани, на следующей неделе у нас еще есть три города, где нам уже какие-то заявки дали. Знаете, типа стадион, там типа в четырех километрах от центра. Какие-то вообще, какие-то площадки заброшенные черти где. Но мы даже и там выступаем. А сейчас, ну, они видят, что люди приходят и в дождь. Люди приходят на неудобную площадку. Я просто не очень вижу сейчас. Это же я, по-моему, в дворе жилых домов выступаю, да? То есть, прямо скажем, не центральная площадка. Но и все равно, и сюда люди все равно приходят. Поэтому они сейчас там вообще не согласуют, полностью незаконно, ни одного места. Поэтому я сделаю все для того, чтобы приехать там в Элисту и другие города. Я очень хочу приехать. Для меня очень важно ездить в национальные республики. Но есть что сказать. Я знаю, что там есть поддержка. Я не кандидат Садового кольца. Обратите внимание, я чешу по регионам и нахожу поддержку в регионах. И этим я отличаюсь от многих оппозиционеров, которые говорят, мы там кандидаты от либеральной оппозиции. Я не кандидат от либеральной оппозиции. Я кандидат от народа, от нормальных людей. Я уверен, что и в Элисте, и в Калмыкии я получу поддержку. Власть это знает. А меня на них не пускает. Но я сделаю все, конечно. Я буду стараться, я буду работать, чтобы приехать везде. Это моя работа как кандидата. План поддержки развития научно-исследовательских институтов. Выступаю я в Новосибирске. Вы знаете, что в Новосибирске есть академгородок. И все мы гордимся этим академгородком. И это же пример того, как мощная наша наука. Мы гордимся им. И там пришли люди из академгородка навстречу. Аспиранты физики. И они ко мне точно так же поднимают руку и задают уже мне вопрос про зарплату. Алексей, а как вы думаете, я аспирант физик. Какая у меня зарплата? Ну я думаю, я говорю, 40. Ну и они смеются все. Я говорю, ну что, 30 что ли? Они смеются. Значит, 15 тысяч рублей. Никакой науки не может существовать в принципе, если мы аспирантным физиком платим 15 тысяч рублей. Поэтому главная программа поддержки науки заключается в том, что нужно больше денег дать. Это простая же вещь. Это не бином Ньютона. Мы воспитали физика. Мало какая страна может взросить, обучить физика. Мы его обучили. Либо мы ему платим нормально, либо он уедет в Америку. Вот и все. Это очень просто. Поэтому либо мы увеличим расходы на науку, что Путин не делает и сокращает поэтапно. То есть часть нефтяных денег, да, я перекину в науку. Потому что либо мы это сделаем, либо науки завтра не будет. Вот и вся базовая поддержка. А отсюда вопрос. Ну, я же думал, не спросите. Вопрос про Ксюшу Собчак. Сейчас, погодите. Давайте про Ксюшу отвечу же. Ну, важно же. Так, скажите, пожалуйста, поднимите руки те, кому здесь больше 35 лет. Я вижу довольно много людей. Значит, я объясняю. Мне 41. Вам всем, кому больше 35 лет. Ксюше Собчак и всех остальных, кому больше 35 лет. Кто граждане России. Вопросов вообще нет. Каждый кандидат имеет полное право идти на выборы. Кто-то мне больше нравится, кто-то мне меньше нравится. Зюганов, Явлинский, Собчак, Навальный, кто угодно. Все имеют право идти на выборы. И я, в отличие от Путина, не собираюсь оспаривать свои права людей и говорить, ты можешь идти, а ты не можешь идти. Все могут идти. Но в вашем вопросе самый главный вопрос для меня. Потому что все могут идти. И я могу идти. Значит, 35-я статья Конституции. В ней написано черным по белому. Что? 35 лет? Не находишься в местах лишения свободы? Ну, где я? Я в городе Клетки-то никто не увидит, правильно? Я выступаю в Астрахани. Я не в местах лишения свободы. Значит, я имею полное право идти на выборы, как и все остальные. Поэтому вопрос для других кандидатов. У меня складывались двух вещей. А. Они имеют полное право. И Б. Я имею точно такое же право, как они. Но если меня не пустят после всей этой работы, которую я веду, я веду честную работу. Согласитесь? Ну, я стараюсь, делаю все, что могу. Я каждый пятый день своей компании просидел за решеткой. Меня везде задерживают. Мы все равно делаем. На штабы нападают, на волонтеров нападают. Мы все равно делаем. И если после этой нормальной, честной работы меня на выборы не пустят, значит, это выборами не является. И я вас всех буду убеждать. Байкотировать эти выборы. Вы на такие выборы пойдете? Ну, вот, значит, я вместе с вами на одной волне. Вопрос. Что вы делаете? Вы говорите, что вы делаете. Что вы делаете? Передать можно, только дайте в конце. Вопрос. Можно вопрос? Можно делать? Что, что? Я на воле уптилил. Чем я занимаюсь? Игнорируйте вопрос. Так, вопрос от противника, я так понимаю. Правильно? Давайте, я повторю ваш вопрос дословно. Вы мне скажете, правильно или неправильно? Вопрос. На сцену хотим? Вы представитель Единой России. А представитель кого? Нет, давайте выходите. Нет, вам не... Человек хочет задать критический вопрос. Выпустим он на сцену? Нет проблем. Я не Путин. Ну, а пойдите только так, чтобы было удобно войти, чтобы никто не упал там. Давайте, следующий вопрос, пока вы выходите. Только... Привет, у тебя! Давайте отсюда, сюда, да. Отличный вопрос. Что я буду делать с коррупционным наследством, которое я получу от нашего президента? Значит, а что бы вы хотели, чтобы я сделал с коррупционным наследством в виде коррупционеров? Я их посажу! Я стою на этой сцене и обещаю вам, что я их отправлю на скамью подсудимых. А что я еще должен сделать с коррупционерами? Я их посажу! Я не стесняюсь это сказать прямо. Я не собираюсь там вот так, сейчас, вот так сюда пойти туда. Я их посажу. По закону, честным судом, я не буду делать то, что делает Путин. Что касается коррупционного наследства в виде денег, я эти деньги верну в бюджет. Они эти деньги не в России или не в России, а в другом месте. Я верну их в бюджет. У меня есть программа, я знаю, как это сделать. Как вас зовут? Олег. Олег. Даю вам микрофон на одну минуту, хорошо? Задал ваш вопрос. Вы приезжаете сюда, вот в Африку, по другим регионам ездите. Финансирование откуда? Вы что-то бизнесом занимаетесь, а? А? Или с Европы? Вот, допустим, за Путина, я молодец. Я прям за Путина, во внешней политике. Он молодец. Во внешней политике что? Наша страна вернулась. О, 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 О! Наша страна вернулась, хотя бы что-то от Советского Союза. Олег, смотрите, давайте я тогда с вашей последней ремарки начну. Я просто хочу у вас выяснить. Вот вы говорите, вам нравится, что Путин ведет там в Сирии действия во внешней политике. Молодец. Молодец, смотрите. Ну, нет проблем. Значит, нормальное мнение. Давайте, ну вы верите, что эти люди, они не из Европы сюда приехали? Так, подождите. Поднимите руки тех, кто приехал сюда, я ведь из Европы. Те, кто, кому оплатил сюда приход в гости. Кто за деньги сюда пришел? Это всегда сложный для меня момент. Ну, кто платит руку? Значит, они астраханцы, правильно? У них есть право на мнение? И вы астраханец. Давайте спросим у астраханцев, готовы ли они отдавать свои деньги на восстановление Польмени. Нет! На восстановление Олехо. Нет! На финансирование режима в Венесуэле. Нет! Олег, тогда я к вам вопрос. Вот, смотрите, еще, сейчас, погодите. Я просто цифру... Я вам сначала скажу конкретную цифру. Если мы возьмем все те деньги, которые Путин простил за последние годы иностранным государствам, очень много, погодите, не очень много, а конкретно каждый пенсионер, включая те, кто здесь стоят, в пересчете заплатил за это 16 тысяч рублей. То есть вот у нее, у нее, у нее взяли 16 тысяч и отдали в Сирию. Вас это устраивает? Меня это, конечно, не устраивает. Но, когда развалился Советский Союз, вот, Советский Союз развалился, и мы в Коке-Этибре заехали. А где была Сирия? Так, это очень связано, очень связано. Карибский кризис, почему развязался? Вы знаете, почему развязался Коке-Этибре? Когда Америка поставила в Турции свои ракеты. Подождите, мы сейчас так же продолжаем, все равно все то же самое. Мы с 91-го года, мы очень сильно отстали. Да, мы развалили свою страну, Советский Союз, очень развалили. Олег, это нормальная точка зрения, но есть люди, которые действительно считают, что ради каких-то эфемерных штук мы действительно должны забрать деньги у себя, у пенсионеров, у детей, у больницы и отдать туда все. Такие люди есть. Поэтому, секундочку, такие люди пусть голосуют за Путина, а те, кто не согласны, пусть проголосуют за меня, правильно? Я вас уверяю, что те, кто проголосуют за меня по этому вопросу, будут гораздо больше. Отвечаю на ваш вопрос. Про деньги. Давайте, правда, нам будет плохо видно, потому что софиты. Поднимите руки те, кто когда-нибудь переводил деньги в ФБК или на избирательную кампанию. Вот, ну посмотрите, сделайте вот так вот и посмотрите. Вот, только вчера, я говорю человек, вот откуда деньги. А что у вас такой иронии? Молодец. Я, я молодец. Они молодцы. Я стараюсь и делаю. А теперь, внимание, вопрос. Вам как к представителю. Вы не за Единую Россию? Нет. Вы согласны с тем, что Единая Россия – партия живых и коваров? Да! 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 Олег тоже с нами на самом-то деле! Так вот, получается, штука в том, что... Сейчас, сейчас, сейчас. Я коммунист, да, может быть. Да! Ну, коммунист! Коммунист, хорошо, голосуйте за меня, потому что я могу вам объяснить, откуда я беру деньги. Я эти деньги расходую, стараюсь бережно. Да, эти деньги отчитываю. Они мне с трудом достаются, я должен убедить всех этих людей. Я на сцене сейчас стою, понимаете? И буду голосовать за Навального. Спасибо большое, Олег, спасибо. Нет? Хорошо. Тем не менее, давайте так. Значит, не проголосуйте за меня, но я сейчас. Когда я уеду, наверное, эти люди будут продолжать агитировать вас и людей вокруг вас. А будет ли это делать Путин? Нет. Он будет вам просто промывать мозги пропагандой. А Единая Россия, как мы с вами согласились, партия жуликов и воров будет воровать вас. Значит, нужны какие-то перемены, правильно? Какие-то перемены нужны? Да! Дружище, я ничего не могу вам сказать. Мы с 91-го года во многих верили. Во многих. Сколько здесь было депутатов, сторонников там, что? Ничто. Как у нас была 13 тысяч зарплата, так она и осталась. Правильно? Что? Что? Меньше. 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 Вы, 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 вы. Что, будет больше? Больше будет? Да. У нас таких было много. Правильно? Мужики. Я, 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 я. Я не упаду. Ребят, вы что на самом деле, а? Отдай микрофон. Мы на самом деле, вы что верите? С 91-го года мы стараемся, голосуем и все. И нас как обворовывали, так обворовывают. Ни нормальны, ни нормальны никого. Значит, это может быть моим лозунгом. Как нас с 91-го года обворовывали, так и обворовывают. А скажите, пожалуйста, с 99-го года нас обворовывают? Как обворовывали с 99-го года, когда Путин пришел к власти, так и обворовывают по 2017-й год. Так и развалина. Так скажите, пожалуйста, если все как обворовывали, так обворовывают, так не стоит ли попробовать что-то другое? А вы знаете, погодите, 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 поучимся, ну поучимся. А все-таки мульмитинг, правильно? Что? У меня черная икра засыхала в 90-м году. В холодильнике. Мы жили прям... Да? Австрократные? Австрократные, они... А сейчас засыхает? Сейчас засыхает есть икра? Ее просто нету. Нет. А что же вы голосуете за эту власть-то? Е-мое! Если икры у вас нету, все развалено, оборвают. Зачем вы за них голосуете? Ответьте. Вы мне скажите, да? Вот в 90-й год у нас был икоробалычный завод, консервный завод. Ну кто астраханский? Табачка была. Сейчас поздно. Осталось от всех заводов только нефтяные иглы, Газпром. И осталось... И осталось ТРЗ. ТРЗ. Все. Ни одного завода больше нет. Мы... Так, ребят. Кто вот взрослый? Когда вот на Москве катались, на восходе ездили... Где они ума... Когда на восходе ездили, на метеоре мы катались, а? Мы по другим селам ездили, а? Где? Где этот флот? Маломерный флот. Его у Астрахани нет. Есть. Его украли, Олег. Его украли. Есть. Волга. Кто украл ваш флот? Есть. Волга, пиво, теплоход. Все. Больше ничего нет. Да? Вот Москва. Ну правильно? Я правильно говорю? Нет. Нет. Кто? А трамвай кто украл? Где они? На меня. Какой? Будет. Так, значит, самое интересное, самое интересное, что Олег прав в каждом слове. На самом деле все развалили. На самом деле ничего нет. На самом деле черной икры уже нет. На самом деле ничего. Просто Олег, он идет к нам. Он же пришел на митинг. Он идет к нам. Ему ко всему, еще скажете, только коротко. Ему не хватает ко всем правильным умозаключениям добавить финальную фразу. Поэтому я голосую за Навального. И я верю, что Гавринов к вам не приедет, и на сцену вас не позовет, и микрофон вам руки не даст. А я вам дам, только ненадолго. Вот, знаете, вот такая проблема. Вот я, допустим... Вот. Я на самом деле до мозга костей рыбак-охотник в свое время. И когда мне говорили, что рыба осетровая пропадает от того, что браконьеры убивают рыбу, мы с вами сейчас концепцию нахим. Вот. Ладно. Я так промолчал. А буровые вышки бурят там на Каспии. На Каспии нефть бурят. Вот. Ладно. Килька от чего пропадает? Браконьеры-то кильку не ловят, а кильки-то нет. Тюленей нет? Почему? Почему? Мне кто-то может сказать? Почему кильки нет? Какой Путин? Какой Путин? А, блин... Ну что, смешно. А, подождите, подождите. А воды? Сколько у нас воды? Вы астраханцы? Сколько воды не было в Астрахани? В половоде. У нас, блядь, по новостям показывают, что тонет, тонет Сибирь, тонет везде, везде в половоде. А у нас ничего, воды не было. Ну, что? А? Не было? Не было воды? Не было! Я даже не забираю... Нет, нет, держите. Ответьте мне на вопрос. Только подумайте и честно ответьте. Считаете ли вы, что Путин решит эту вашу проблему с килькой и половодьями? Верите ли вы? Я думаю, что у Путина основная проблема – это газовая игра, нефтяная и газовая игла. Все. Мы применяли тот же самый, блядь, тот же самый Каспий. Это тот же самый Каспий. Это там тюлени, блядь. Очень их форсура такая. Так, поблагодарим Олега. Спасибо ему огромное. Он важные вещи нам сказал. Мы уже перебрали немного время митинга. Я надеюсь, полиция не будет на нас очень ругаться, потому что Олег сказал вот те вещи лучше, чем я. Ему самому нужно баллотироваться. Лучше, чем я, он объяснил нам. На самом деле, представитель народа объяснил нам, тем, кто особенно не верит, как на самом деле, ну, легко нам вести агитацию. Вот он за Путина. Но ты начинаешь делить его позицию на какие-то конкретные вещи. От кильки до газовой иглы. И выясняется, что везде они против Путина. Что Путин им не дал ничего. Такую, я извиняюсь, лексику, как использует Олег, я не использую. А, наверное, надо было бы. Потому что на самом деле, вот так вот выйти и сказать, они как воровали все. Будут воровать. И воруют, и так далее. И вот этих людей, им промыли мозги разговорами о том, как важно забрать наши деньги и отправить в Сирию. Проток у нас великое. Мы восстановили свои позиции. В чем мы их восстановили-то? Отдали просто деньги всем направо и налево. Как были страной третьего мира. Так и остались. Как были сырьевым придатком, так и остались. Просто это важный урок, что даже с такими людьми, как Олег, которые отметают все, нужно вести диалог. И я как кандидат этот диалог веду. И я уверен абсолютно, что я смогу многих таких Олегов переубедить. А с вашей помощью, я совершенно точно это сделаю, потому что, ну, если про меня, это ему в телевизоре сказали, что я шпион госдепа, то про своего соседа по личной площадке такого никогда не скажут. Это очевидно. Поэтому ваша роль в этой компании в сто раз важнее, чем моя. Вы сможете агитировать. Ребята, я завершаю, у нас уже время, я еще не убегаю, я еще буду отвечать на вопросы там в индивидуальном порядке. Я хочу сказать вам такую вещь, что я сделаю все, чтобы вас не обмануть и вас не подвести. Чтобы потом Олег говорил, что да, с 91-го года одних жуликов назначали, а Навального выбрали, он другой. Потому что должен же рано или поздно появиться честный человек во главе страны. И я хочу стать этим честным человеком, я стану им. Если получу вашу поддержку, я получу ее. Спасибо вам, дорогие мои, что пришли. Спасибо огромное. Я имею право в следующих городах сказать, что Астрахань меня поддержала. Спасибо большое. Я вас не подведу и буду работать на вас, на себя, на наших детей, на наше будущее для нашей прекрасной страны. Спасибо большое. Спасибо огромное. Особенно тем, кто пришел за полчатого митинга и насквозь промок. Спасибо, ребят. Я иду. Спасибо. Вот и с нерод не завидевает Ча, пойдем к Набалину, чтобы он поздоровался Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...